29 августа на неформальной встрече глав внешнеполитических и оборонных ведомств Государств Европейского Союза впервые обсудит вопрос об отправке военных инструкторов в Украину, пишет немецкое издание Welt. Первые неформальные дебаты состоялись еще в июле. За выступила Франция, ее поддержали Польша, Швеция, Дания, Латвия, Литва и Эстония. Глава военной миссии ЕС генерал Михель Вандерлан также поддержал идею подготовки украинских военных на местах. По информации Welt, против отправки инструкторов в Украину выступили Германия, Австрия, Венгрия, Словения и Мальта. Их главный аргумент изложен в конфиденциальном документе Европейской службы внешних связей, на который ссылается Welt. Военные ЕС могут быть восприняты Россией как активные участники войны и, следовательно, вызвать непредсказуемую кинетическую реакцию. Из публикации Welt. Союзники рассматривают несколько вариантов подготовки украинских военных. Один из них – тренировки в специальных центрах, которые будут находиться, например, на северо-западе Украины. Не исключают и возможности обучения в соседних с Украиной странах. Пока государства ЕС договорились увеличить количество украинских солдат, которые пройдут тренировки под руководством западных инструкторов, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. О проведении части учений в Украине об этом были дебаты, но четкой общей европейской позиции об этом нет. Жозеп Боррель. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Комментарии Reuters. С 2022 года миссия Европейского союза по военной помощи Украине подготовила около 60 тысяч украинских военнослужащих. Обучение они проходили в тренировочных центрах Польши, Германии и Испании. В 2024 году Берлин планирует подготовить еще 10 тысяч украинских военных. В рамках европейской миссии сообщила государственный секретарь по вопросам обороны ФРГ Зимдье Мюллер. Солдат ВСУ готовят в том числе к работе с танками «Леопард-1» и «Леопард-2», самоходными гаубицами, боевыми машинами пехоты «Мардер» и ЗРК «Патриот». Украинские военные невероятно мотивированы. Они приходят сюда с мыслью, что им по сути придется взять это с собой на войну. Именно поэтому они невероятно любознательны и схватывают все очень и очень быстро. Я хочу сказать спасибо Германии, что она помогает нам в такое тяжелое время, что она нас поддерживает, верит в нас так же, как наш народ в нас верит. Поэтому мы будем бороться дальше с надеждой на победу. По информации Вельд, окончательное решение по вопросу об отправке западных инструкторов в Украину может быть принято на встрече министров обороны и министров иностранных дел ЕС в середине ноября 2024 года. Тогда на повестке дня будет вопрос о продлении мандата учебной военной миссии Евросоюза для украинских военнослужащих до 2027 года.